Ну все, Саша, пора прощаться. Что? Мамочки, что случилось? Пора прощаться, все. Что ты только говоришь? Спасибо тебе за все эфиры, за все бутерброды, за все перекусы. Так. За тот позитив, который был поучаствован. Слушай, мне реально становится страшно. Илья, рассказывай скорее. Окей. Обязательно, Саша, позвони маме, встречайся со всеми родными. Вот, обязательно прощайся. В общем, или ты рассказываешь, или я ухожу. Саша, да дело в том, что на нашу Землю, блин, летит астероид. Что за бред? Вовсе не бред. Понимаешь, в научных кругах не утекают дебаты по поводу угрозы для нашей планеты. К нам приближается околоземной астероид класса Аполлонов, понимаешь? Небесное тело Солнечной системы появилось в поле зрения телескопов Американской обсерватории Линер в июле этого года. Согласно расчетам, орбита этого астероида достигнет орбиты Земли на очень опасном расстоянии именно 1 февраля 2019 года. Ну, тогда все понятно мне, Илья. Все хорошо, на самом деле. Сколько было таких сообщений подобных. И каждый раз астероиды пролетали мимо, и все заканчивалось хэппи-эндом. И сегодня, я уверена, никакого конца света не будет. Доброе утро, губерния! В этой студии вас приветствует жертва апокалипсиса Илья Русаков. И девушка, для которой конец света, это всего лишь отключение электроэнергии Саша Байдачина. Да. И вообще, шутки шутками, вот случится действительно конец света. А ведь я много еще чего не успел. Даже далеко ходить не надо. В той же Самаре столько всего интересного, столько крутых новых мест, которые мы пока еще не посетили. Ладно, говорил, посвятим этому наш сегодняшний эфир. А пока узнаем у жителей губернии, что же такого сделать, чтобы в Самаре не заскучать. У меня такого не спло с собой. Сходить в клубы. Ходить гулять, здесь очень красиво. Я гуляю по загородному парку, я гуляю по набережной. Чем-нибудь таким интересным заняться, какой-то хобби для себя придумать. Фитнес, танцы. Путешествовать по области, в общем-то, у нас оба. Все отличается красотой, много мест, которые можно посетить. Прогулки на лыжах, походы в кино, общение с друзьями. Я приехала туда к друзьям, с Украины, кстати. Вот. И, ну, я поражена. Можно на курсы какие-нибудь ходить, там, обучиться чем-нибудь, реализоваться. Занимаюсь любимыми увлечениями. Занимаюсь с детьми. С детьми мы любим ходить и на каток, и на площадь, и на разные гуляния. Поэтому в Самаре не соскучишься. Саша, вот ты же заедлая собачьинца. Да, это я. Ты знала о существовании маламутовой поляны. Конечно, звучит, как какое-то волшебное место, где все песики разговаривают, работают таксистами, банкирами, у них там своя жизнь кипитберли. Фантазия, это, конечно, хорошо, но реально существует такое место. Эдакий зимний собачий рай. Конечно, там можно покормить собачьих вдоволь, наобниматься с ними, устроить чудо-фотосессию. А любители адреналина и скорости могут прокатиться в собачьи упряжки или устроить, ну, те самые горки на этих упряжках, у которых, кстати, хаски и маламуты. Я просто обожаю собак, но упряжки не мое. Я лучше прокачусь на лыжах. Тем более, что завтра, 2 февраля, в поселке Управленческий на лыжной базе Чайка пройдет лыжный марафон Соколий Гор 2019. Можно попробовать себя на дистанции 10, 17, 34 и 51 километр. Действительно, есть из чего выбрать. Главное, чтобы погода не подвела. И чтобы в этом случае не гадать, а знать наверняка, мы обратимся к нашим профессиональным синоптикам. Ну да, синимародные хорошие погоды. По прогнозам синоптиков, в пятницу будет переменная облачность, без осадков, слабая изморозь, утром местами туман, Днем температура воздуха составит минус 9, минус 14 градусов, ночью минус 13, 18. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3,8 метра в секунду. На севере и западе в дневное время минус 12,17, на востоке и юге 7,16 градусов мороза. Столбики термометров в Самаре днем покажут минус 10, ночью минус 14. Атмосферное давление продолжит расти и составит 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха почти 85%. Санечка, спешу поделиться с тобой мужской радостью. Дело в том, что в Самаре наконец-то открыли комнату виртуальной и дополненной реальности. Па-па-па. Там можно играть одному, можно играть с друзьями, можно вообще вдвоем с супругой прийти и тоже зарубиться. То есть, получается, вы все вместе играете в компьютерную игру? Вот почему из твоих уст это звучит так скучно, Саша? Так и есть в твоих уст. Не-не-не, разница в том, что когда ты сидишь дома, играешь в компьютерную игру, ты видишь телевизор, собственно, игру, джойсти в руках. И понимаешь, что все это, в принципе, не по-настоящему. А там ты находишься прямо внутри, понимаешь? То есть монстры. Какие зоны страшные. Ты от них убегаешь. Все, это вот так вот перед глазами. И это просто дико круто. Ну, знаешь, выглядят захватывающе, но все-таки это больше для мальчиков, как мне кажется. А вот и неправда. Девочек обидел. Для девочек тоже есть занятие в виртуальном мире. Хочешь посетить Лувр и все известные музеи? Пожалуйста. Хочешь прокатиться на лыжах в красивейших Альпах? Да на здоровье. Хочешь прогуляться среди динозавров? Нырять в самые диковинные какие-то, не знаю, глубины океана с его жителями? Да пожалуйста. Хочешь прокатиться на самых крутых крышесносных аттракционах? Тоже возможно, понимаешь? Не знаю. Конечно, виртуальные миры, они интересные, но мне кажется, лучше прогуляться на свежем воздухе. И для здоровья полезно. И опять-таки спорт. Так, так, стоп. Давай ты бы для начала хотя бы попробовала, да, а потом уже говорила. Между прочим, в этой комнате ты теряешь огромное количество калорий. Во-первых, ты бегаешь от монстров, это прям физическая нагрузка, ты действительно много двигаешься. Во-вторых, находясь в шлеме, мозг абсолютно не понимает, что это все виртуальная компьютерная игра, и ты испытываешь тот же адреналин, и действительно максимально сильно потеешь. Я тебе уверяю, вот полчаса такой игры заменит вполне себе полуторачасовую тренировочку в спортивном зале. Неплохая попытка, но ты меня все-таки не убедил. Я предпочитаю классический спорт и предлагаю им заняться прямо сейчас вместе с нашей спортивной рубрикой «Простые движения». Друзья, доброе утро! Вас приветствует фитнес-клуб «Спортзавод». И с вами мы, зажигательная Энесса и не менее зажигательная Дарья. Что ж, ну а сегодня, друзья, мы с вами выучим танец в направлении джаз-фанк. Это очень классный танец. Готовы с нами? Итак, поехали. Ручки накрест, ручки в сторону, ручки вверх. Еще раз. Три, четыре. Накрест, в сторону и с ножкой вверх. И еще разок. Три, четыре. Отлично. Ну что ж, поехали дальше. Накрест. Поворот. Встали. С ручкой отстраняем. И вниз уходим. Встали в красивую позу. Еще разок повторим. И накрест. Раз. Два. С ножкой вверх. Развернулись. Раз с ручкой. Вниз наклон. И встали в позу. Дальше мы с вами пойдем вперед. Ручки накрест. Раз. В сторону. И в поворотики мы уходим с вами через волну. И ууу. Повторим. Ну что ж, готовы? Накрест. И раз. Два. И три. Четыре. Отлично. Мы с вами делаем кик. Правый. И левый. Затем пятка. И пятка. Ну сюда мы добавим с вами ручки. Итак, готовы? Отсюда мы с вами ручки разводим в стороны. Раз. Правую. Вверх. Ручку. Назад. И вниз. Еще разок с вами это закрепим. Поехали. Три. Отсюда устали. Четыре. И раз. И два. И три. И четыре. Ну что ж, пришло время начать это все сначала. И раз. Два. И три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И восемь. Поза. Вперед. Шаг. И раз. И пу. И пам. И пам. И вниз. И встали. Вместе. Танцы под музыку. И. Ну что ж, я думаю, у нас отлично с вами получилось. Поэтому теперь будет чем заняться в выходные. Ну что ж, всем доброго, бодрого утра. С вами был фитнес-клуб «Спортзавод». Доброе утро, губерния. Я сегодня к вам с грустной новостью. Точнее, даже разоблачением. Хотя, возможно, только для меня она стала откровением. В общем, я любитель застолья и, как вы распилизаметься, одним из топчиков на моем столе и списке блюд его величество – крабовый салат. И каково было мое удивление, когда я узнал, из чего на самом деле состоят крабовые палочки. Пора узнать. Как вы уже догадались, крабами в палочках даже не пахнет. Ну, точнее, наоборот, только аромат этих членистоногих деликатесов и имеется. Если вы прочитаете состав на упаковке крабовых палочек, то увидите, что главным компонентом этого блюда является рыбный фарш сурими. Его рецепт японцы придумали еще в далеком 12 веке. Островитяне тогда обратили внимание, что фарш из перемолотой и отжатой океанической рыбы имеет неплохой вкус, и из него можно вылепить разнообразные фигурки, которые украсят любую трапезу. Продавать сурими и блюда из него на экспорт у японцев долгое время не получалось. Ни американцы, ни уж тем более европейцы не хотели есть белые шарики и лепешки со странными азиатскими названиями. Но во второй половине 20 века японские пищепромышленники нашли гениальный способ провести придирчивых заморских потребителей. Чтобы сделать товар более привлекательным на вид, они его решили просто раскрасить. Все очень просто. На белый фарш они нанесли красную полоску пищевого красителя и начали продавать эту красоту на экспорт под названием имитация крабового мяса. Сурими в новой обертке очень быстро завевала рынки всего мира. Сурими, как правило, готовят из мяса белых океанических рыб. Ментая, потасу, окуня или хека. В фарш добавляют сахар, соль, различные увкусители. Ну и, соответственно, чтобы лучше хранился стабилизатор и консерватор. После этого на получившуюся сурими с помощью кармина, паприки и других красителей наносят красную полосу. Казалось бы, крабовые палочки это подделка под крабовое мясо, но даже эту имитацию научилась подделать кто-кто-кто. Конечно, китайцы. Китайские крабовые палочки не содержат сурими, а состоят из соевого, яичного белка, крахмала, ароматизаторов, всяких добавок и прочего. Как говорится, приятного аппетита. На сегодня у нас все. В следующий раз еще больше интересных историй. Пока. Сегодня первый день последнего месяца календарной зимы. 1 февраля 1893 года в Самаре открылась школа живописи и рисования. Ее учредил на собственные средства выпускник Императорской академии художеств Федор Емельянович Буров. Это была первая в истории губернской столицы художественная школа. Учились в ней преимущественно дети из бедных семей. Среди учеников был будущий знаменитый живописец Кузьма Петров-Хоткин. Впрочем, не только изящным искусством учили в Самаре. 1 февраля 1908 года в Самаре было создано Общество народных университетов. Его целью являлось просвещение широких народных масс путем проведения лекций, литературно-музыкальных вечеров и концертов. В Совете общества были известны и в самарских кругах врачи, преподаватели и другие представители интеллигенции. 1 февраля 1935 года улица Советская в городе Куйбышеве с постановлением Совета народных комиссаров СССР была переименована в улицу Куйбышева. В разные годы она была казачьей, хлебной, главной, дворянской. Но статус при этом оставался неизменным. Улица всегда была центральной и пользовалась особой любовью самарцев. В первый день февраля в разные годы на свет появились артистка балета, актриса и педагог Екатерина Максимова, популярный эстрадный певец, педагог, народный артист России Лев Лещенко, певец, поэт и композитор Юрий Лоза и другие знаменитости. В народном календаре 1 февраля Макаре в день или Макар веснаукайщик. По нему наши предки судили о будущей весне. Ясная погода предвещала скорое тепло. На Макара копель весну раннюю верь. А вот если в этот день мела метель, ее же следовало ожидать на Масленицу. Кроме того, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Таким вошел в историю первый день февраля. Хорошего вам настроения и удачи в делах. Саша, днем-то понятно, чем себя занять. Тем более на выходных. Можно пройти прогуляться, например. Можно выехать на природу, пожарить мясо, например. Можно заняться любыми зимними видами спорта. На гору поехать на сноуборде покататься. А что делать вечером, тем более в будни? Вот это вопрос. Тут тоже вариантов хоть отбавляя. На смену классическим квест-комнатам, которых тоже открылось немало, в нашем городе пришли квизы. Так, квизы. А, это так называемые барные викторины, да? Да, когда ты вечером приходишь с друзьями в уютный бар в течение нескольких часов, разгадываешь логические задачки, находишь всякие креативные решения. В январе у нас появились две новинки. Лучшее состязание детективов и полная ребусня. О, да. На ребусне я был, а с детективами что там такого увлекательного? Смотри, например, такая детективная загадочка. В Лондоне 19 века произошло ограбление. О нем написали в местных газетах. Все были в шоке, потому что обокрали именно эту женщину. Особенно, когда узнали, что похитили одну вещь из хрусталя. Вопрос. Кто эта женщина? Две секунды. Я знаю, это Золушка и потеряла она хрустальную туфельку. А? Кто здесь папочка? Хорошая, хорошая версия, но мимо, мимо. Эта женщина была гадалкой. И люди поняли, что она шарлатанка, потому что ведь она же могла предугадать это ограбление. А украли, соответственно, у нее хрустальный шар. Интересно, интересно. Но, ты знаешь, мне больше подходит все-таки формат полной ребусни, ведь там не надо быть умным, понимаешь? Ты разгадываешь интересные авторские ребусы в различных вариациях. И плюс там много других веселых драйвовых фановых заданий. В общем, драйв, эмоции и сплошной азарт. Планы на вечер мы составили. Остается узнать, чем их дополнит Маша Акимова. Посиделки или вечерки издавна были самым любимым развлечением у деревенской молодежи. Обычно их устраивали в конце сезонных работ. А после тяжелого труда, как известно, хочется отдохнуть. Парни и девушки собирались вместе, веселились, пели, плясали и даже играли на гармошке. А еще искали себе будущих супругов. Готовились к вечеркам заранее. Прибирали избу или выкупали ее у одиноких стариков. Сами стряпали угощения. А если хотелось провести время веселее, собирали еду со всего села. Заходили в каждый дом. Радовали хозяев песнями и частушками. Вечерки разделялись на будничные и праздничные. В первом случае девушки должны были обязательно выполнить наказ матерей. Например, на прясть определенное количество пряжи. Будничные посиделки проходили спокойно, за работой. Девчата развлекали себя протяжными песнями, рассказывали друг другу любимые сказки. А вот праздничные посиделки были многолюдными и шумными. В избу к девкам наведывались парни. Приносили с собой сладости, устраивали пляски. Если парень должен больше плясать красивее, то есть это в Самарской области дроби. Чечетка, проходочки какие-то. То девчата везде повсеместно частушки. В Самарской области достаточно много кадрилей. Но они не такие сложные, как, допустим, в Архангельской области, как в Московской области. Есть линейные, есть круговые, но все они такие достаточно простенькие. И это скорее отражает такой легкий характер наших земляков, чтобы любой мог включиться в этот танец и, собственно, его тут же понять и протанцевать вместе со всеми. Центральной фигурой на вечерках был гармонист. Возраста и семейное положение значения не имели. Пока звучала мелодия, музыкант, даже если был женат, играл роль жениха. Девушки ему улыбались, заигрывали с ним. Но только до той поры, пока он не убирал гармонь. Гармонисту всегда почет, гармонисту всегда особое внимание. Потому что если он заскучает, все, он будет играть так, что никто не захочет танцевать. Или он вообще может закрыть инструмент. Ну, старались с ним дружить. Старались его где-то в водичке поднести, чайку, там, пот со лба утереть. И обязательно на поклон в конце и может поцеловать гармонисту. Не зря говорили, женатого с посиделок веретеном гонят. Тех, кто уже состоял в браке, на вечерках не приветствовали. Считалось, что это развлечение холостой молодежи. Примать участие в посиделках могли и девушки, которые не успели выйти замуж в срок. То есть после 20 лет. Таких называли перестарками. Кто-то из них не обладал привлекательной внешностью, а о ком-то ходила дурная слава. Холостые парни и девушки присматривались к друг другу. Выбирали, кто лучше остальных танцует или рукодельничает. Распространены были так называемые поцелуйные игры. А у меня на этом все. Увидимся через неделю. У нас в гостях Наталья Артемьева, руководитель направления по корпоративным коммуникациям Управления Федеральной почтовой службы Самарской области. И Юлия Безяева, заместитель директора по работе со зрителем и развитию театра «Самарт». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Первый вопрос, наверное, или к вам. Расскажите, как сейчас самарский зритель ходит в театр? Активный, потому что им же приходится соревноваться, точнее, вам приходится за их внимание соревноваться с, не знаю, кинопремьерами. С множеством других активностей, да. Что только нет сейчас. Как зритель ходит в театр? Ну, надо признаться, что к нам в театр зритель ходит хорошо, потому что, отчитываясь за предыдущий сезон, мы отметили 95% посещаемости. То есть фактически у нас нет свободных мест. Вот. И мы теперь боремся за то, чтобы как бы доставить дополнительные спектакли, чтобы могли попасть к нам на спектакли. Тем более у нас премьеры очень востребованы. Надеюсь, так и будет продолжаться. Мы знаем, что классический поход в театр – это просмотр спектакля, антракт, поедание бутербродов. Но мы знаем, что сейчас у зрителей есть более интересный вариант, как провести антракт. Расскажите о проекте «Театральная почта». Ну, я передам слово Наталье. Это наша с ней совместная идея. Вот как она родилась, Наталья, расскажите. Наталья, расскажите. На самом деле проект родился, наверное, из нашей с Юлей дружбы. Да, Юля мне позвонила и говорит, Наташа, год театра, давай что-нибудь придумаем. И вот так родился этот проект. Проект заключается в том, что в театре стоит почтовый ящик «Почта России». И перед спектаклем, и во время спектакля наши зрители, зрители «Самарта» могут отправить открытки своим родным, друзьям, близким. Открытки изготовил специально «Самарта». Они, Юля, наверное, поподробнее чуть попозже расскажет, они со сценами из спектакля. И пишут, приходят зрители с удовольствием, пишут, вы знаете, так интересно было наблюдать большой, высокий, интересный мужчина вместе с женой. Я подошел и спросил, а что это? А можно отправить? И он смело садится, закрыв глаза, подняв потом кверху голову, и начинает писать адрес. Жена подходит и спрашивает, говорит, а ты что, адрес наизусть помнишь? Он говорит, ну я же из армии писал. И тут я поняла, что он пишет своим родителям, видимо, или маме, или папе, я не стала смотреть, но он пишет, с днем рождения, люблю. Вот вы знаете, это так интересно наблюдать за реакцией наших людей, когда... Вот мне кажется, что вот то, что мы придумали, это возможность на чуть подольше сохранить те впечатления, которые мы получаем, посетив театр. Представляете, потом через какое-то время, да, вот я так отправила своей маме открытку, да, моя мама получила такой привет, хоть она и живет вместе со мной в одном городе. Ей было приятно. Наташа, сейчас же все реже и реже, наверное, пишут письма и отправляют открытки реальные, настоящие, или это неправильно? Вы знаете, сейчас, я не могу сказать, что реже, сейчас эта скала стала, наверное, какой-то некой, особым неким действием. Вот сейчас, мы вчера разговаривали с директором театра Сергеем Филипповым, он говорит, а давайте сделаем так, чтобы вот отправить открытки в другие театры всей страны, вот. И я говорю, Юля, давай устроим, то есть проект наш начинает расширяться, я говорю, Юля, давай устроим театральный пост-кроссинг. Вчера уже мои коллеги-почтовики из Твери мне написали и позвонили, потому что у меня информация про наш проект «Театральная почта», он был транслирован по внутренним коммуникациям. Они написали и говорят, ребята, расскажите механизм, что вы сделали, у нас есть театр, с которым мы дружим, а мы хотим тоже вовлечься. Вчера же опять разговаривала с дилижанцем, это театр из Тольятти, они говорят, мы тоже хотим-хотим, вот, в Новокупшевске. Это колесо, сразу откликнусь, мы им уже написали открытку, отправили, ждем ответ. Да, да, да. Ну, по крайней мере, которые ближайшие театры. Да, но хочется сказать, что просто открытку, конечно, не отправить, если вы видите, да, чтобы отправить открытку, нужно наклеить марку, это вот обязательное условие. Да, 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 надеюсь. То есть, сама видела лично, как отправляли из театра открытки в Мурманск, в Хабаровск, я вижу, пишут 620 индексов, я уже примерно знаю. Знаете, очень, наверное, Юля, может быть, расскажешь, как дети реагируют вот на эту вот ситуацию. Это очень, очень здорово. Просто у меня очень, смотрите, я теперь точно хочу прийти и попробовать. Ты же, когда выходишь в антракт, ты уже испытываешь определенные эмоции, да, от спектакля. И когда ты пишешь открытку, во-первых, там ограниченное количество слов, ты выверяешь каждое слово, которое ты туда пишешь, и плюс наполняешь это определенным смыслом. Расскажите немножко, вот, поподробнее о истории создания этих открыток. Да, открытки. Ну, мы, конечно, у нас все спектакли замечательные, но мы выбрали пока 8. То есть, это у нас «Ревизор», это у нас «Мамаша Кураж», «Таланты и поклонники», «Маугли», «Премьера», «Рома и Джульетта», «Премьера», «Детские спектакли», «Храбрый заяц». Вот, кстати, «Маугли», «Премьерный спектакль», как раз сейчас блок спектакля идет. Бумбараш, очень. Бумбараш, да, золотомасочные наши спектакли. Вот, и, кстати, очень символично, что открыли мы почту театральную 18 января, в канун крещения, как раз блоком Бумбараш. Бумбарашу 20 лет у нас исполнен спектакль, вот, не так давно. Вот, и, как бы, такой проект у нас значительный тоже, который на длительный срок рассчитан. Можно я добавлю, что наш проект не ограничивается только отправкой открыток. Мы придумали, он долгоиграющий, он на весь год. Вот, мы придумали еще три больших, скажем так, конкурса, чтобы привлечь внимание к театру, да. Первый конкурс – это мы предлагаем прислать письма, отзыв о спектакле, да. Присылать обыкновенным бумажным письмом на адрес театра 443-041, Льва Толстого, 109, театр «Самарт». Присылайте отзыв о спектакле, или можете просто объясниться в любви любимому актеру. Присылайте. Наверняка уже были на спектакле «Самарт». Еще мы предлагаем нашим зрителям в театре сделать фотографию в Антракте. Конкурс фотографий. Да, конкурс фотографий. Разместить это в социальных сетях, поставить хэштег «Самарт» театральная почта, и дальше тоже будет конкурс вот этих фотографий. Я добавлю про конкурс письма, то, что пишут нам в театр, конечно. Ну, пишут в соцсетях, пишут на сайте официальном. А хочется такой бумажной, от руки написанной письма. Ну, пусть даже напечатанной, но тем не менее, это какое-то совсем другое чувство. Другая энергетика. Да, да, да. Это такая традиция, которую хочется продолжать. И наши артисты всегда получают в руки все признания, все. Это важно, потому что многие думают, что это остается где-то в столах. Послание доходит, да, 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 врицата. Нет, нет, нет. Друзья, все доходит лично в руки тому человеку, которому вы писали. Обязательно. Это вы себе представить не можете, какие эмоции люди испытывают. Но это не описать словами даже, да, у нас достаточно большой словарный запас. Еще один конкурс добавлю, да, который, скажем так, мы предполагаем, что этим конкурсом будет продолжена эта идея еще и дальше на следующие годы. Конкурс детского рисунка на основе, тоже на театральную тему, на основе которого будут изготовлены специальные открытки как раз уже к 90-му сезону театра. Так что мы немножко просим вас, да, чтобы обратиться к нашим зрителям, чтобы писали письма в театр, да, размещали свои фотографии в социальных сетях и присылали. Хочешь сказать, воскликнуть браво, браво, что... В конце года подведем итоги, тогда можно будет. Это точно. Спасибо вам большое. Друзья, ходите в театр, пишите письма, все это очень полезно и нужно, актуально, как выяснилось, в наше время. Тем более, что у нас сейчас уже вовсю идет год театра, поэтому именно в 2019 мы ждем повышенного интереса от вас, дорогие. Тем более, что так все действительно увлекательно, интерактивно и здорово. Спасибо вам большое. Спасибо, хорошего дня. Спасибо, делитесь эмоциями. Спасибо вам, хорошего дня. Мы поставим на паузу наш разговор и через несколько минут вернемся в нашу студию. Спасибо. 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 Доброе утро. Спасибо. 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 Организаторы этой удивительной выставки постарались на славу. На протяжении многих лет они разъезжали по всему миру в поисках самых умно-помрачительных экспонатов. Веришь или нет, проект и развлекательный, и познавательный, которые с самыми интересными, странными, пугающими и смешными фактами и вещами, событиями и рекордами. Там можно узнать, как выглядит человек-мотылек, сфотографировать свою талию с самой тонкой талией, сравнить ее, сфотографировать с крылем рок-н-ролла, увидеть звездоноса, если ты вообще знала о таком существовании, прогуляться среди декораций Южного парка или примерить жуткую средневековую маску. Это, конечно, весьма интересно, очень интересно, но они все-таки не так, как Бункер Ярости. Бункер Ярости? Это что такое? Похоже на название фильма ужасов, знаешь, как будто бы если бы в бункере Сталина в воскреса жил его дух и начал просто всех в образе черного воронка забирать куда-то тут. Это просто-напросто абсолютно новый вид развлечения. В разных городах и странах его называют комнатой гнева или разгромной комнатой, или как-то еще. В Самаре это Бункер Ярости Раздраконька. Так, смысл таков, вы приходите из-за умеренную плату и выплескиваете весь свой гнев негатив на отслужившие свои вещи, мебель, технику, посуду. Разгром длится от получаса до часа, есть индивидуальные и даже групповые разгромы. Шикарно. Слушай, я впечатлен, я уже побежал записываться на погром, а ты пока узнай у жителей губернии о их способе развлечь себя в Самаре. У меня такого не способа. Сходить в клубы. Ходить гулять, здесь очень красиво. Я гуляю по загородному парку, я гуляю по набережной. Чем-нибудь таким интересно заняться, какой-то хобби для себя придумать. Фитнес, танцы. Путешествовать по области, в общем-то у нас область отличается красотой, много мест, которые можно посетить. Прогулки на лыжах, походы в кино, общение с друзьями. Я приехала сюда к друзьям, с Украины, кстати. Вот. И, ну, я поражена. Можно на курсы какие-нибудь ходить, там, обучиться чем-нибудь, реализоваться. Занимаюсь любимыми увлечениями. Занимаюсь с детьми. С детьми мы любим ходить и на каток, и на площади, и на разные гуляния. Поэтому в Самаре не соскучишься. Илюш, как ты в детстве валял дурака? Это же ведь тоже досуг. Ну, конечно. Это было наше любимое занятие в школе. Как только выпадал свежий снег, мы, естественно, по дороге домой идем в компании друзей. И у нас была такая игра, где нужно, допустим, мы выбрали одного, да, и все его начинают валять, потом падает на него сверху, в общем, какая-то куча мала. Потом, соответственно, выбирается другой. И так пока не останется ни одного сухого друга. И вот так вот, собственно, мы приходили домой. Красота. Ну, я про другое валяние, из которого можно сделать настоящий вареж. Это как? Сейчас Таня Петсона все подробно расскажет. Чтобы подготовить шерсть, ее необходимо хорошенько прочесать. Несколько маленьких пучков Оксана собирает в один большой. Это основа, к которой будут присоединяться детали. Щеки, мокрый нос и блестящие глаза. Мордочки животных. Главное украшение – звероварежек, которые растопят сердце и детям, и взрослым. Я просто увидела также интернет, как говорится, наш ресурс идей. Увидела в интернете варежки. Мне захотелось попробовать, что это такое, как это делается. Я попробовала. Хотя я помню первые варежки, когда я делала, я вообще не знала, какие это делали. Мне кажется, я просто делала, руки делали, а сама не знала, какие это делала. Ну, я сделала и была удивлена, что я сделала. И получились очень красивые. Изделия Оксаны не только красивы, но и функциональны. Декоративную нашивку можно снять перед стиркой или заменить на любую другую, в том случае, если она надоест. Хотя такое вряд ли возможно. Ведь даже у двух одинаковых собак разное выражение мордочки. Одна с высунутым языком, другая – без. Самое главное, наверное, создать образ, чтобы он был, наверное, какой-то более добрый и позитивный. Потому что морды, получается, там, у зверюшек всякие разные. Бывают очень злые, бывают очень грустные. Я когда начинала только делать, я делала очень грустные выражения. Мне казалось, что это так прям вот мило, что они такие все грустные. Но потом мне спросили, у вас все в личной жизни хорошо? Я перестала это делать. Стала делать только один сплошной позитив. Единственный инструмент – фальцевальная игла. Это металлический стержень с засечками. Укороченные, удлиненные, с измененной формой рабочей поверхности. Они зацепляют волокна шерсти и проталкивают их в нижние слои. Шерсть бывает разная. Она бывает разных размеров. Разная сама по себе, по структуре. Бывает тонкая, плотная шерсть. Бывает кардачос, меринос. Шерсть бывает абсолютно разная. Тонкая подходит для мелких работ, а такая подходит для более больших, крупных работ. Из шерсти можно свалять не только голову, но и тело игрушки. Лапы этого кота подвижны. Внутри проволочный каркас. Это проба пера. Оксана любит экспериментировать. И в ближайшем будущем планирует работать в смешанной технике. Татьяна Пецына, Александр Каракулько. Программа «Утро губернии». У нас в гостях красавицы. Диана Кистенева, победительница конкурсов красоты и таланта. И Юлия Кистенева, мама. Доброе утро, девушки. Доброе утро. Доброе утро. Мы знаем, что Диана победила в седьмом сезоне самого масштабного, всероссийского онлайн-конкурса красоты для детей и подростков. «The Superface Russia». Одно название чего стоит, да? Расскажите немного об этом конкурсе. Дин, как он проходил? Ну, там было пять этапов. Первый этап был Лео, и другие были тоже этапы. Мне очень понравилось сейчас. А что нужно было делать в этих этапах? Ну, там нужно было... Разные эмоции нам говорили. Нельзя было... Ну, что нам сказали, нельзя. Было это, ну, как сказать... Делать? Ну... Что-то нельзя делать, а что-то наоборот делать. Да. Разные эмоции. Допустим, покажите гнев. То есть проявляли актерское мастерство свое. И эти фотографии, соответственно, отправляли на конкурс «Прайф». Юль, ваша версия. Да, действительно. Как проходил конкурс. Мы участвовали в седьмом конкурсе в всероссийском «За суперфейс Раша». Там было пять этапов. Каждый этап был прописан членами жюри, тем, кто руководил данным конкурсом. Там необходимо было показать эмоции, не соблюдение данных эмоций. Сами соблюдения данного конкурса отчисляли. Также было задание для фотографов, соответственно, определенный свет, размер фотографий. То есть предъявлялись не только к модели, но и к фотографу. То есть это еще технически должно было соответствовать определенным каким-то... Да, то есть площадка должна была быть определенная. Какие-то этапы мы снимали на улице, какие-то были в студии. Нас поддерживала наш фотограф и наставник, это Кристина Калягина, знаменитый фотограф Самары. Мы безмерно ей благодарны. То есть идея с конкурсом также была, и подача была от нее. Мы ее, конечно же, поддержали, так как Диана очень активная у меня девочка. Любит участвовать не только в конкурсах, также она и спортивная. Она занимается у меня художественной гимнастикой, я с четырех лет. То есть активность ее и, наверное, стремление быть в лидерах у нее уже с детства. Данный конкурс длился четыре месяца, то есть это такой плодотворный труд был. Мы подбирали образы, то есть одежду также нам подбирал наш наставник. Данное платье нам помогла дизайнер Вера. То есть на протяжении всего конкурса была большая поддержка не только от руководителей, также от родственников, друзей. Мы приобрели друзей непосредственно и в самом конкурсе. Диана сейчас на данный момент общается с многими детками. Ну это так вот, так по-доброму, приятно, они так все сдружились. То есть здесь нет ни победителей, ни проигравших. Я считаю, что каждый ребенок в данном конкурсе проявил себя просто на высоте. Конечно, там у каждого остались, вот мы видим красивые видео, какие-то фотосессии. Да, это финальное видео. Нам снимал его видеограф. Какая задача была здесь? Что нужно было показать? Здесь нужно было показать... Раскрыть грани? Да, здесь нужно было показать три стиля одежды, эмоции, также соответствующие данному образу. Первый – это спортивный спорт, но мы не задумываясь, выбрали, конечно же, гимнастику. Естественно. Вот, проявили себя там по полной, мне очень понравилось. Второй – это образ был рок. С ним было немного сложнее по одежде, эмоции, радость, веселье. То есть к року мы не очень близки, то есть как-то это больше, наверное, к мальчикам. Искали гитару, искали одежду, да, было достаточно трудно. Не пришлось попотеть. Да, и третий – это был образ дива. Здесь нужно было выбрать вечернее платье или костюм. Эмоции должны были быть гордость, тщеславие. То есть нужно было, да, маленькому ребенку... Показать такие серьезные эмоции. Потому что конкурс, да, это где-то детки от пяти лет. И они, да, в пятилетнем возрасте показать тщеславие, я считаю, что достаточно сложно. Диана, как ты работала над этими образами? Как ты готовилась, может быть, внутренне? Что-то читала, смотрела какие-то фильмы, общалась с кем-то с прошлым? Ну, мы подбирали эти образы два дня. Это было сложно. Мы ходили по магазинам, выбирали. Что-то нам не подходило, что-то подходило. И в итоге мы выбрали образы. А Диана так легко ко всему отнеслась. Я считаю, что так и нужно. Молодец. Как отреагировали однокашники в классе? Узнали ли они об этом? Рассказал ты им об этом? Они понимают, что они с такой суперкрасоткой теперь учатся? Гордятся, может быть? Не знаю, но некоторые подходили мне в школе, говорили, ты, Диана Кистенева, там. То есть ты уже, получается, звезда школы. Можно так сказать? Не знаю. Вот поэтому ей было непросто показать эмоции тщеславия. И это здорово. Всегда оставайся такой же светлой бездельной. Юля, расскажите, что дает участие ребенку в таких конкурсах подобных? Вот в конкурсе онлайн мы принимали участие впервые. Это какой-то статус или все-таки развитие, может быть, внутренних талантов? Да, развитие здесь больше в соцсетях, как модели. Вот Диана у меня есть в инстаграм-аккаунте. Мы его сейчас активно развиваем. То есть... Да, есть мечта, да? Очень много подписчиков становится, пишут в личку, много предложений. Предложения, конечно, разные, коммерческие и некоммерческие. Но конкретно победителям, это с первого по третье место, здесь уже идет, вот, первое место, бесплатная поездка в Москву. Потом четыре сертификата на одежду, на игрушки и публикации в журналах. Две публикации в журнале, да. В московских? Да, в московских. Плюс съемка у фотографа московского. Там нам нужно будет пробыть три дня где-то, мы уже мечтали. И успеть вот это все. Да. Ну, это прям такая... А есть мечта быть профессиональной моделью? Да. Ну, здорово. Значит, четко и уверенно к ней идешь. Диана, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Мы желаем вам творческих успехов, чтобы все получилось. И, соответственно, не только онлайн, но и оффлайн конкурсы. А потом мы и в какой-то момент увидели тебя уже со званием Мисс Мира. Ну, для начала России, конечно, да, потом Мира, там, Вселенной. Мы будем гордиться, что мы брали сервью, которая была у нас. То есть самая Диана. Спасибо вам большое. Спасибо за поздравление, очень приятно. Друзья, мы продолжаем говорить о том, что интересненько в Самаре. И я считаю, если вам, друзья, в Самаре скучно, то эта проблема отнюдь не Самары, а ваша психологическая проблема. Как ее решить, подскажет Лена Шишкина. Кто из нас не получает хотя бы раз в месяц так называемое письмо счастья, которое может магическим образом принести нам удачу, достаток и любовь, если мы разошлем его энному количеству наших друзей. Это тоже очень интересный социальный механизм. Это просто вот, ну, причем это было сто лет назад, двести лет, я думаю, что тысячу лет назад тоже было. Это вот феномен так называемой тернизации. Нам надо отметиться, нам надо самоактуализировать себя. Что делает вот сейчас, вообще поразительный, конечно, вот открылся инструмент интернета и социальных сетей. И все, ведь это же поощрение вот такого качества, как нарциссизм. Вот я, вот я предъявляю свою себя миру. Нам очень важно быть признанным. У нас есть базовая психологическая потребность. Первая потребность – потребность безопасности. И вторая – это принятие одобрения. Нам любой ценой надо получить любые лайки. Комплимент, не комплимент, взгляд, не важно. Мы без этого как бы не очень ощущаем себя живыми. На самом деле, для того, чтобы стать счастливым, придется что-то делать. Если исключить эффект плацебо или случайные совпадения, единственное, что вы получите, распространяя среди друзей такие письма, это ответная агрессия адресатов. Эти письма счастья. Значит, это, во-первых, конечно, абсолютно первобытный ритуал. Понимаете? Это один из способов снять социальную тревогу. Вот мне пришло такое письмо, если я тревожный человек, ой, если я не пошлю 12 человек, наверное, что-нибудь со мной случится. Это как суеверие. Кошка пришла, я там боюсь, там что-то, кто-то, вот какие-то суеверия. Есть люди просто суеверящие, верящие. Нам вообще свойственны такие, знаете, очень первобытные мифы. Это один из ритуалов, с помощью которых, как вот носят ниточку, там, глаз Фатимы, руку Фатимы, с глаза, в машинах всякие какие-то, это ритуал, ритуал. Вот если я вот так вот тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, это ритуал. Письмо счастья – это первобытный ритуал. Если вы ему поддаетесь, значит, у вас высокий уровень тревоги. Потому что в норме человек, ну, получил, ну и получил, и тут же через секунду забыл. А если, то есть это социальные манипуляции, это вас заводит, у вас так высокое чувство тревоги, вы начинаете это отправлять, и получается вот такой порочный круг. Если это вас утешает, ну, не ходите после черной кошки, ну, плюйте через левое плечо, это такие невинные вещи. Так же, как эти письма счастья. То есть это все социальная манипуляция. Понимаете, это вообще паразит. Вот я считаю, у нас сейчас, конечно, цивилизационный переворот случился с этим интернетом. Что дальше будет, по-моему, ну, по крайней мере, я в литературе не слышала высказываний, которые четко прогнозируют, в какую сторону это пойдет. Но то, что это будут совсем другие люди, то, что мы изменились, это без сомнения. Если вам все-таки сложно противиться таким манипуляциям ваших знакомых, то прежде чем пересылать заветное письмо, вспомните о том, что в отличие от рукописных писем нашего детства, эти послания могут нести секретные коды, которые позволяют создателям спам-рассылок собирать данные о пользователях. Ну что, дорогие, теперь вы во все оружие знаете, куда сходить, чем себя развлечь на целый год вперед. Изучайте, вдохновляйтесь Самарой, покоряйте Самару, как это любим делать мы, Илья Рысаков и Саша Байдач. До встречи на канале Губерния. Пока-пока. Ну что, видишь, полдня прошло. Так. По-моему, все тихо. Никакой астероид не прилетел. Слушай, ну, видимо, правда, мимо пролетел. Хотя, ты слышишь, ты чувствуешь это, Борч? Ух, и глупые твои шутки, Илья. А, испугалась. Ну все. Так, кто тут король развода? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...